МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пострадавших нет, но огонь успел повредить более 30 тысяч погонных метров изоляции электрических кабелей. Технологический процесс выплавки стали временно приостановлен. С сегодняшнего дня и по 12 марта Госавтоинспекция региона проводит специальное комплексное мероприятие по предупреждению и пресечению фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. Во время длинных выходных и праздничных дней на дорогах области будут дежурить сотрудники ГАИ. Ответственным и законопослушным водителям опасаться нечего. По всей строгости закона ответят те, кто сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Госавтоинспекция напоминает о том, что согласно статье 18.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения водителю грозит штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления данным транспортным средством на 3 года. Также, если повторно в течение года водитель привлекается за аналогичное правонарушение, возможно конфискация автомобиля. За прошлый год на дорогах области было совершено 52 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате 16 человек погибло, 55 получили травмы различной степени. В области все чаще выявляются факты использования автомобилистами поддельных сертификатов о техосмотре. Только за два месяца 2018 года выявлено около 20 документов, сделанных нелегальным путем. Не остановило нарушителей даже угроза двух лет лишения свободы. Такой обзор событий к этому часу. Берегите себя и своих родных. В студии работал Руслан Габрилев. До встречи.